Русские новости Ну, о чём же, как не о выборах? Ну, сначала не о выборах. В Кизляре страшное событие, массовое убийство. Полоумный мусульманин, юноша, 22 лет от родов, с крихами «Аллах Акбар», начал убивать прихожан местного храма. А полиция прибыла, тоже получила два ранения, пять убитых женщин. Это, конечно, чудовищно. Это чудовищно, что ислам приводит к подобным вещам. Исповедование ислама в российском варианте, мы видим, приобретает террористический характер, не менее интенсивный, чем в палестинских условиях. Разве в Российской Федерации угнетают мусульман? Это ложь. Угнетают русских людей? Это да. Православие у нас подменяется служением, обслуживанием иерархии, а иерархия обслуживает олигархию. Это происходит, и поэтому православным есть на что пенять, а на что пенять мусульманам. Что случилось с мозгами вот этого мусульманина, который решил закончить свою жизнь, забрав с собой пять жизней русских православных людей, а мог бы забрать еще больше? И возникает масса вопросов, а где вообще полиция, где разведка, где административные органы, они вообще ничем не занимаются? Чем они занимаются в условиях, когда террор на территории Российской Федерации возможен? Может быть, он приходит к нам от сирийской авантюры, которую придумал Путин? Ну вот мы получили ужасную трагедию частной военной компании «Вагнер», и массовое уничтожение русских людей с самыми совершенственными средствами войны состоялось, где были военно-космические силы. Ах, это не наши люди, мы их туда не посылали, это помнится точно так же, негодяи говорили про тех, кто воевал в Афганистане. В Афганистан наших военнослужащих послала коммунистическая партия и государственное руководство, которое исполняло волю Компартии. А в Сирию, в частной военной компании, выпихивает нынешнее государство, якобы антикоммунистическое, на самом деле точно такое же. Точно такое же, как и прежняя. Та же самая номенклатура, та же самая полная безответственность. Вы не контролируете границы, вы не знаете, кто и зачем, и куда выезжает. Да это просто ложь. Просто вы отказались от своих военнослужащих, которые так погибли, ровно таким же образом, как отказывались от своих и в Чеченскую войну, и в Афганскую войну. Все правительства, которые являются антинациональными, независимо от их идеологии, предают всегда. Предали в Донбассе, предавали в Чечне, предавали в Афганистане. Предали и сейчас в Сирии, когда сотни русских людей погибли от того, что военно-космические силы, оказывается, выполняют какую-то свою особенную задачу, никак не согласованную с задачами, которые ставят другие силы. Вроде бы как мы там не собственную войну ведем, а в рамках какой-то коалиции. Где командование этой коалиции? Где российское командование при этой коалиции? В общем, полнейшее безобразие. Ну а теперь к выборам. Ну как же без фейков? Когда я снимаю русские новости о насущном, якобы прошел какой-то митинг в совхозе имени Ленина, и Павлу Грудинину вручили партбилет КПРФ. Если бы это было так, то я бы сразу же отозвал свою поддержку, и сразу же бы призвал не голосовать за Грудинина. Но этого не было. В совхозе ничего не знают, ни про какой митинг, и Павел Грудинин никакого партбилета не получал. Напротив, Зюганов постоянно подчеркивает, вот мы выдвинули без партийного, правильно сделали, правильно. А что дальше-то? Ну прежде всего фейк пошел от ТАСС. Это телеграфное агентство, которое всегда является официальным, и все его сообщения объявляются истиной в последней инстанции. Тут же стали распространять всю эту бредятину по другим информационным агентствам. Тут же Московский комсомолец опубликовал, тут же ТВЦ на своей странице, разместил, а потом сразу убрал это все. Хотя здравому человеку понятно, что такие вещи надо проверять, даже если у тебя из ТАСС пришла информация. Ну и там еще накануне рук какой-то ресурс, не знаю, в общем, и везде пошел этот фейк. Нет, Павел Грудинин остается беспартийным кандидатом. То есть, ладно, эти врут, а руководство коммунистической партии, что правдиво? Правдиво. Выдвинули беспартийного, а избирательная компания какая? А избирательная компания полностью партийная. С одной стороны, мы видим, что избирательная компания профанируется кремлевскими силами, потому что им не нужна продуктивная дискуссия на выборах. А с другой стороны, профанация идет со стороны КПРФ якобы самой оппозиционной силой. На самом деле, самыми оппозиционными являются национал-патриоты, русские националисты. Но поэтому их и нет на выборах. Поэтому нам приходится поддерживать согласованного кандидата, который опирается на поддержку с одной стороны КПРФ, с другой стороны национал-патриотов. Но поддержка со стороны национал-патриотов, с одной стороны, не может быть столь мощной, потому что мы истерзаны репрессиями, лишены всяческих ресурсов. Все спонсоры, которые были у национал-патриотов, либо подставные, которые направляли не в ту сторону, либо просто запуганные и прекратили свою помощь. Ну а КПРФ может оказать поддержку, но вместо того, чтобы поддерживать коалиционного кандидата или кандидата народного, поддерживает в нем только партийную, свою собственную партийную составляющую. И от этого люди, которые наблюдают за избирательной кампанией, устали и уже не могут смотреть на это безобразие, и уже перестают верить в то, что действительно кандидат выступает искренне, ему есть что сказать. Потому что вся повестка дня снова замыкается на партийную идеологию КПРФ, хотя сам Грудинин не является коммунистом ни по мировоззрению, ни по партийности. Он говорит о социально-экономических реформах, которые нужны. Но кроме социально-экономических, нужны еще национально-государственные реформы. Об этом почти ничего нет, потому что коммунисты об этом вопросы не задают. Из зала люди готовы на встречах задавать соответствующие вопросы. Но у коммуниста сидит там такой вот пресс-секретарь Ющенко, который отбирает вопросы и предлагает отвечать кандидату только на удобные вопросы, которые уже отработаны и на которые ответы он знает. Но есть же много вопросов, на которые ответы он не знает или узнает только что. Составлены соответствующие аналитические документы, которые помогают ему разобраться в этих вопросах. Но ему некогда, его таскают, как переходящее красное знамя из одного обкома в другой обком. Измотали его до последней степени, а тут начинаются дебаты. И с чем выйдет на дебаты Павел Грудинин? С тем, опять же, с тем, в чем его подготовили коммунисты. А национал-патриоты? А национал-патриотов отрезали и сказали, что это не ваше дело. Вот если у вас будут деньги, тогда приходите, мы позволим вам печатать свои листовки. Да мы уже печатаем, мы уже без вас обходимся, и то, что обманули с финансами, это, конечно, преступление. Это преступление, я это говорю, направляя свою критику в адрес, прежде всего, Зюганова, который сел своим широким телом на все финансы избирательной кампании. Да, коммунисты вложили в эту кампанию деньги, но они не стали собирать никаких других денег. Общий избирательный фонд может быть 400 миллионов рублей, и они вложили 100, а нужно 400. Надо было собирать деньги, надо было объявлять подписку. Ничего этого не сделано, и нам не дали этого сделать, и сами не сделали. Поэтому вот 100 миллионов рублей – это оценочная сумма, на которую можно поучаствовать в избирательной кампании, но никак не победить в ней. То есть коммунисты в своей финансовой политике поработали на то, чтобы кандидат оказался в ситуации острого дефицита денег. И мы уже не успеваем собрать, уже игра сыграна, уже невозможно собрать денег. Какие-то копейки поступают в избирательный фонд, но поскольку там всем распоряжаются коммунисты почему-то, а не сам кандидат, то эти деньги снова поступают на коммунистическую пропаганду. Как быть в этом случае? Мы опубликовали призыв присылать свою поддержку кандидату с пометками, чтобы еще информировать и штаб НПСР, национально-патриотических сил, что я такой-то, такую-то сумму отправил. Конечно, от всей этой бестолковщины национал-патриоты и просто обычные люди вне всяких идеологий могут устать. Но я хочу спросить, когда это вы успели устать? Вы что, чем-то так занимались интенсивно, так интенсивно трудились? Или вы новости стали смотреть только когда начались выборы, и весь этот бред, который несется, чем-то отличается от предыдущего бреда? Да ничем он не отличается. И не могли вы устать. Не могли вы устать ни от политики, ни от революции. Вы ни в чем в этом не участвовали. А участвовать пора. Участвовать пора в том, чтобы власть сменилась. И даже если вы в стороне от любых политических процессов, если вы кривите губу, когда слышите о какой-то партийности, речь идет о судьбе нашего Отечества, а вовсе не о том, кто к какой партии принадлежит. И даже не о том, какие взгляды высказываются, потому что есть логика исторического процесса, логика управления большими политическими и социальными системами. И эта логика никуда не девается. Никогда не будет никакого коммунистического управления в России. Уже точно не будет никогда. И нигде в мире не будет. Потому что эти идеи все сгорели. Сгорели в кровавых бойнях 20 века. Не будет этого. Возможно, придет какой-то более волевой, сильный и более подготовленный для президентства, для национального лидерства человек. Но сегодня надо проголосовать за Павла Грудинина. Нам говорят, власть не отдадут. А если вы не требуете, то, конечно, и не отдадут. Вы требуете или не требуете? Если не требуете, не отдадут точно. Если требующих окажется слишком мало, не отдадут. А откуда это чувство безнадежности? Не отдадут. Это, наверное, от бездеятельности в течение многих и многих лет. Многие годы вы находитесь вне политики. И теперь говорят, власть не отдадут. Кому? Вам не отдадут, потому что вы ничего и не делаете, и не просите. Значит, не отдадут. Если вы все-таки хотите, чтобы власть переменилась, чтобы все безобразия, которые связаны с режимом Путина и Ельцина, это один и тот же режим, прекратились, то вам надо идти на выборы. Вам надо разбираться в том, что кто и что говорит, и почему. И почему вот такая клевета льется на груди. Почему его постоянно пытаются унизить, подставить и так далее, и так далее. Почему все телеканалы забиты враньем про Грудинина? Ну, наверное, не потому, что он ставленник Кремля. Как вы думаете, вот эти все люди, которые говорят, да он ставленник Кремля. Насколько они информированы? Они что там, свечку держали во время переговоров? Да нет, мы прекрасно видим. Если по всем федеральным каналам буквально мочат Грудинина, в Кремль страшно боится. По закрытым опросам Грудинин побеждает. Вы просто этого не знаете. Неужели вы будете слушать в ЦИОМ вот такую структуру, которая пристегнута к интересам правящей группировки и врет напропалую, якобы. Путин опережает Грудинина в 10 раз. Полное вранье. Я вам говорю, по закрытым опросам Грудинин опережает Путина. В целом ряде регионов, может быть не во всех, но в целом ряде опережает. И чем больше людей придет на избирательные участки, тем больше будет отрыв Грудинина от Путина. И тем вероятнее победа Грудинина в первом туре. 80% хотят прийти на избирательные участки. Если так, если все придут, а лучше чтобы 90% пришло, Грудинин победит и Путин провалится. Даже если Путин не отдаст власть, всем будет понятно. Всем будет понятно, что он узорпатор, что он изменник, что он захватил эту власть и удерживает силы. И всем, кто будет в этом ему способствовать, будет грозить уголовная статья о государственной измене. Досужий домысел о том, что Кремль пытается с помощью Грудинина организовать массовку. Да уж все организовано, и люди хотели прийти на выборы. И уж если такая острота негатива в отношении единственного реального оппонента Путину, то, конечно, на выборы приходить надо. Но ноют среди национал-патриотов, националистов тоже такое нытье. Нет, вот это все замысел кремлевский, им нужна была явка, они с помощью Грудинина ее сделали. Ну хорошо сделали, дальше что? Дальше что, надо дома сидеть? Нет, надо идти на выборы. Явка сделана именно тем, что появился Грудинин. Думали-то в Кремле, что сделают явку и на этом легитимируют Путина, а реально получилось, что возник оппозиционный кандидат. И он может победить. Вот ужас-то, естественно, что они сменили стратегию и стремятся к тому, чтобы выборы засушить, чтобы не провести плодотворных дискуссий, дебатов, чтобы всем действительно стало тошно от этих выборов, и люди бы отхлынули, не пошли бы на выборы. Или бы усомнились в том, что Грудинин это их кандидат. Все делается официозными средствами массовой информации, для того, чтобы вы не пришли на выборы. Значит, надо прийти. Позиция должна быть такая. Если путинисты против нашего участия в выборах, значит, мы должны на эти выборы прийти. Если они хотят сделать так, чтобы мы не доверяли Грудинину, мы должны ему доверять. Доверять в рамках тех полномочий, которые будут у него, как у президента, и в рамках остального законодательства. В общем-то, не такие уж пространные полномочия, если читать Конституцию. Просто Путин узурпировал массу полномочий с помощью ручной Государственной Думы, которая штамповала законы, приписывающие новые и новые полномочия президенту. Хотя в Конституции есть исчерпывающий и закрытый перечень всех полномочий президента. Не надо ослаблять позиции президента в грядущем законодательстве. Они и так достаточно слабые. Надо просто исполнить ту Конституцию, которая есть, а вообще-то подготовить новую Конституцию. И совсем по-другому подойти к формированию органов государственной власти и выборам первого лица государства. Ну и, конечно, так называемые железнодорожники, они продолжают свое нытье. Грудинин еврей, Грудинин еврей. Ну от кого это все исходит? Мы же прекрасно понимаем, да, вот выступил Михаил Леонтьев против Грудинина, выступил Хинштейн против Грудинина. А что у нас, средства массовой информации, под кем, собственно? Может, под теми же железнодорожниками? Так что же люди, которые прикидываются националистами, говорят, ноют все, Грудинин еврей, вы выбираете еврея, как вам не стыдно? Вы вообще сами, наверное, такие же евреи, потому что Грудинин еврей, а вы поддерживаете еврея. И вот этот бесконечный разговор клинических идиотов. Я лично вот от таких людей просто отстраняюсь и считаю, что с ними у меня нет вообще ничего общего. Потому что это абсолютная колевета на русских людей, не только на одного Грудинина, а на всех, кто его поддерживает. То есть на миллионы и миллионы людей. Вот якобы те, кто поддерживает Грудинина, они вот как бы ориентируются на какие-то там еврейские ценности, на какой-то заговор, на соучастие в нем. Такие бредни, вот бредни просто клинических идиотов. Я вам говорю, все, кто вещает о Грудинине как о евреи, для меня клинические идиоты. Хотите быть идиотами в моих глазах? Ну, ради бога, только ко мне не приставайте, идите лесом. Другая претензия. Зачем вы связались с коммунистами? Коммунисты же обманут. Ну да, коммунисты обманывают, и вот сейчас обманывают. Но мы-то ожидали, что они обманывают, прикидываясь, что хотят выдвинуть кого-то другого, но не Зюганова. Ну вот не выдвинули они Зюганова, и слава богу. Теперь обманывают, да. Что мы не знали, кто такие коммунисты? Да мы знаем, и 70 лет их правления с лишним. Прекрасно понимаем, сколько лжи и фальши было в их деятельности. И последние четверть века, пока Зюганов правит своей партией, тоже прекрасно понимаем, что это за люди. Мы смотрим на этих разжирневших депутатов в Государственной Думе, которые даже в этой избирательной кампании практически не участвуют. Им там делать нечего, они не выступают, они свои видеоролики не делают, они появляются рядом с Грудининым и не поддерживают его по существу. Кто поддерживает-то? Поддерживает рядовой состав, рядовой актив Компартии и национал-патриотов. У них штаба-то никакого нет. И нам не дали создать продуктивный штаб. Поэтому КПРФ как структура нам вполне понятно. С КПРФ мы не заключали никаких соглашений, нет ничего, чтобы мы подписали. Или что-то обсудили, конечно, понятно, если есть кандидат, у него должен быть свой собственный штаб, у него собственные финансы. И это штаб и финансы кандидата. Коммунисты в чем их обман? Что они сделали это своим штабом и своими финансами. И еще один элемент шизофрении, это скажите там Грудинину, ну, типа вот как у Лескова, англичаны кирпичом ружья не чистят, вот передайте ему, мне то и дело пишут. Ребята, я не являюсь ни помощником, ни советником Грудинина, вообще с ним встречался всего несколько раз в жизни, вот раза три или четыре, и мне некогда ему что-то там сказать, или что-то там посоветовать. То, что я знаю, вот ключевые моменты, я посоветовал. Это произошло на встрече национально-патриотических сил с Павлом Грудининым, ну, в его собственном кабинете. Сначала была открытая часть, она, по всей видимости, появится на телеканале «Нейромир», и была закрытая часть, где, собственно, я изложил, что надо делать сейчас. И я вижу, что кандидат все понимает, но сделать ничего не может. Его коммунисты обложили со всех сторон, он пальцем не может пошевелить, и ему приходится участвовать в чужой избирательной кампании. Не своей, а чужой. Как будто бы он не тот, кто он есть на самом деле. И с этим связано множество всяких проблем, в том числе и отсутствие в его выступлениях тех тем, которые ему все равно придется затронуть, потому что на теледебатах его будут дергать и будут стремиться поставить в тупик именно по тем вопросам, к которым он не готов и не готовится. Мы столкнулись с тем, что все изменения в предвыборной стратегии связаны с Зюгановым. А Зюганов назначен вроде как начальником избирательного штаба, только он все время где-то в разъездах, все время занят, и все время никаких решений принять не может. Вот вместо того, чтобы принять решение на следующий же день после встречи с нами, все откладывается на неделю, потому что Зюганов где-то там, где-то сям. Он избирательной кампанией не занимается. Кто избирательной кампанией занимается, Грудинина, я не знаю. Но только КПРФ не занимается. Отдельные люди, их бюрократия, там занимаются организацией отдельных мероприятий, возможно более частых, возможно более изнурительных для кандидата. Все, разве это избирательная кампания? И поэтому поездка дня, обозначенная националопатриотами, не звучит выступление Грудинина. Нет ответа ни на один вызов времени, который связан с нашей идеологией, с нашим мировоззрением, который отражает мировоззрение всего русского народа. Может быть, еще не весь русский народ понимает, что нужно делать в нашей стране, но ощущение, что именно в этом направлении надо двигаться, к русскому национальному государству, ведь есть. Ведь люди понимают, что происходит геноцид русского национального большинства. Понимают. Следовательно, этому надо противопоставить что-то. И мы об этом сказали Грудинину, вся повестка дня была изложена, все технологические моменты, все было изложено. А что же мы видим на самом деле? На самом деле мы видим тотальный саботаж со стороны КПРФ. Ну, посудите сами, втайне от националопатриотов коммунисты напечатали за счет фонда кандидата и за счет каких-то своих фондов огромное количество печатной продукции. И там везде только символика КПРФ. Ну, как можно себя так вести, выдвигая народного кандидата, превращать его кандидата к КПРФ? И такую позицию поддерживают официальные средства массовой информации. И, конечно, когда людей спрашивают, потенциальных избирателей, а вы как воспринимаете Грудинина? Ну, они так и воспринимают кандидат от КПРФ. Но мы-то национал-патриоты. К КПРФ никакого отношения не имеем. Соглашения с ними не заключали. Мы поддерживаем этого кандидата, в котором видим определенные моменты, в основном социально-экономического профиля, которые близки нам. Очень хорошо. И программа вырабатывалась тоже при нашем участии. Именно это, социально-экономическое. А вот национально-государственная недоработана. Она не была в полной мере изложена. И те моменты, которые нам близки, они выпали из риторики кандидата. Поэтому его представляют, коммунисты его продолжают представлять, как только своего. Только своего. И даже в листовках, которые вынуждены в том числе и наши активисты разносить, сплошь одна символика КПРФ. Или в таких тонах это все сделано, когда национал-патриотический флаг кажется чем-то чужеродным. Такое красное полотнище, и на нем там где-то в уголке что-то такое про НПСР написано. Мы подготовили свои. Свой листовочный материал, свои наклейки и так далее. Что делает руководство КПРФ? Вместо того, чтобы это запускать так же, как положено по закону, в тираж через те финансы, которые выделяются из избирательного фонда, они все это отдают юристам своим. С какой целью? С целью не допустить. Объяснить, почему это не положено. Ну, какой-то кретин, извините за выражение, это глава юридической службы КПРФ, но, видимо, они таких специально и набирают, пишет, что на листовках или в изображениях нельзя использовать изображение государственного флага Российской Федерации. Вот нельзя, потому что есть закон о государственном флаге. Ну, позвольте, это не флаг, а изображение флага. Причем здесь все вот эти глупости, которые пишет вот этот неумный человек. Или мы ведем на своих листовках контрагитацию против Путина. Оказывается, нельзя. Оказывается, это тоже реклама Путина наряду с Грудининым. Ну, это же неправда, это просто глупости. Тогда вообще не надо выпускать никаких листовок. Если вы не можете ничего критического написать, значит, это все бессмысленно. Вы в пользу Грудинина что-то говорите. То, что выпустили коммунисты, лучше было не выпускать. Потому что вы из народного кандидата сделали, партийного. Это значит провал. Потому что у вас 10% от числа избирателей, все, это ваш потолок, это избиратели КПРФ. Больше не будет. Еще там 10-20% это выбор последней надежды. За Грудинина, потому что больше не за кого. И все, вот вы рушите избирательную кампанию, господин Зюганов и его помощники. Их просто рушите. По финансам ситуация такая, как Медведев сказал. Денег нет, но вы держитесь. Ребята, работайте, работайте. И обещают деньги. Пообещали деньги на то, чтобы снять помещение в центре Москвы и оплатить работу нескольких человек, квалифицированных специалистов, которые консультируют регионы. По всем вопросам осуществляют связь и так далее. От НПСР, национал-патриотов. Вы думаете, что-то сделано? Да ничего. То есть пообещали, лучше бы не обещали, но вот пообещали и сорвали все. Поэтому люди, одни просто перестали работать, другие работают просто на износ, непонятно на какие ресурсы. Естественно, нам крайне сложно. Ну, если бы сказали сразу, что денег нет и мы вам не дадим. Ну, мы бы собрали, как-то собрали сборы по сосенке свои. А тут пообещали и не сделали. И так во всем. Обещают и не делают. Когда мы поддерживали Павла Грудинина и когда он подписал обязательства с нами, в этих обязательствах и в наших представлениях о том, что они значат, была организация общего штаба, в котором работают и наши специалисты, и КПРФ, но именно как специалисты, а не как партийные деятели на побегушках у Зюганова там или кого-то еще. Но ничего этого не сделано. Штаба не сформирована. Фактически штаба нет ни у КПРФ они не стали создавать, ни у нас, потому что у нас не хватило, на это просто не хватило сил. Да и вот это предательство, оно тоже говорит само по себе о том, что коммунисты не хотят выигрывать. Им сказали в Кремле только партийная агитация, больше ничего не допускать. Ну, поэтому мы и действуем так, как действуем. В рамках своих возможностей, в рамках своих сил. Но надо сказать и гражданам, есть претензии. Вы что КПРФ-то все время поддерживаете? Вы бы хоть когда-нибудь национал-патриотов поддержали? В том числе я обращаюсь и к предпринимателям. Вы чего финансируете-то все время красных? Они чем вам так близки? Почему не финансируете патриотов? Ну, даже по копейке бы собрали вот с малых, средних предпринимателей, уже хватило бы. Нам бы хватило. Вот КПРФ надо 100 миллионов потратить на свою компанию, на раскрутку своей партии на этих выборах. Нам бы хватило 10 миллионов, чтобы создать те структуры, которые необходимы для победы на выборах. А эти-то ничего не сделали. Они ничего не сделали для победы. Они просто раскручивают свою партию, свой так называемый ядерный электорат. Больше ничего. Ну и КПРФ занимается всякими глупостями. Создали колд-центр, попытались потянуться за путинскими ресурсами, которые просто беспредельны. Там якобы работают у него сплошные волонтеры, никому не платят. Но не работает этот колд-центр, не надо этим заниматься было. Ну и, наконец, засланные казачки. Мало того, что Левый фронт у нас пугает всю страну Красной революцией, красными примочками. А вместе с Левым фронтом пришел очевидный враг всех русских людей, русофоб, исламист, пособник Кремля и эхо Москвы Максим Шевченко. Ну как это вот? Зюганов лично покровительствует человеку, который является просто шпионом от ныне действующей власти в избирательных структурах Павла Грудинина. Как это может быть? Ну, конечно, это деструктивная деятельность. Об этом уже не раз сказано и коммунистам сказано, и Зюганову лично сказано. Но ничего не изменяется. Почему? Стратегия у них такая. Стратегия у них такая, чтобы Павел Грудинин не победил. А наша стратегия должна быть наперекор. То есть мы на два фронта должны сражаться. С одной стороны с ныне действующей властью, с другой стороны с капитулянством и саботажем со стороны КПРФ. Если бы начальником был я, если бы штаб был организован национал-патриотами, что надо было бы сделать? Но прежде всего опираться на самые современные методы, которые доносят позицию кандидата до людей, до миллионных масс. Не до тысячи, там даже пяти тысяч, если так приведется человек, которые могут вместиться в какой-нибудь зал. Не нужны никому эти поездки по регионам, когда там экзальтированные барышни говорят, вот я пока Грудинина не потрогаю, за него голосовать не буду. Это глупость, такие избиратели не нужны. Нужно прежде всего выходить на миллионные аудитории. Все это есть. Нужно входить в медийное пространство, комментировать то, что происходит сейчас, сегодня, каждый день. И тогда вы со своим именем, с именем своего кандидата влетаете в топ новостей. Ничего этого не делается. Второе, это то, что делает компания «Нейромир» – прямые трансляции. Так коммунисты не хотят оплатить даже работу операторов, которые ездят вместе с Павлом Грудининым. И если бы этих операторов не было, если бы не было компании «Нейромир», не было бы никаких прямых трансляций. А они на самом деле сформировали аудиторию в социальных сетях и в целом в интернете, которая за Грудинина. Коммунисты здесь палец о палец не ударили и даже еще не профинансировали деятельность компании «Нейромир». Она вот-вот прекратится, потому что закончились средства, а это сложная техника, это непростая методология подготовки прямых эфиров. Ничего этого не делается. Нужно это делать, конечно. Это один из ключевых инструментов. И, наконец, это дебаты, к ним надо готовиться, нужны тренинги. Тем более, что кандидат неопытен, он никогда не участвовал в дебатах. Он имеет очень маленькую практику публичного говорения в отсутствии аудитории, но как будто бы она должна присутствовать. То есть, вот так как я говорю, скажем, в глазок видеокамеры, ощущая, что передо мной есть аудитория, этому еще надо научиться. Кандидата этого еще нет, и надо с этим работать. И это все непросто. И сходу прямо так вот тебя из-за кулис вытолкнули под свет Юпитеров, и перед тобой огромная аудитория. Иди говори. Еще никто не сказал, чего говорить-то? Чего говорить-то? Вот Грудинин говорит то, что он знает. А то, что он еще не знает, ему никто не сообщает, и никто его не тренирует. И вроде бы как мы сказали, что нужно, и он согласился сам, что нужны тренинги. Он сам сказал, мне нужны тренинги. Где эти тренинги? Так они и не начались. Начнутся ли они? Под большим вопросом. Но это то, что надо. И то, что коммунисты не делают и не в состоянии сделать, потому что живут технологиями начала 90-х годов. Технологии, когда не было интернета, когда невозможно были прямые эфиры. И в целом не работают эти люди в информационном пространстве. Вот такая проблема. Затем по существу, по существу собрана команда народных лидеров. Собрал ее Юрий Болдырев. На блюдечке с голубой каемочкой преподнес. Вот, пожалуйста, работай с этими людьми. С ними надо отдельно с каждым выходить в эфир. Надо совместно всем выйти в эфир. Всей командой. Вот мое правительство. А какое правительство у Путина? Вот эти вот негодяи и сволочи. Есть такой ресурс команды Путина. Вот наберите латинскими буквами. Такой ресурс есть, где показано, как граждане относятся к команде Путина. Да они ее ненавидят. Вот 90% оценивают негативно деятельность команды Путина. А вот команда кандидата. Если она бы вышла, вот показали, про каждого из них два слова. Кандидат бы сказал, все, это совсем другое отношение. Он не единица. И он не коммунистический кандидат, а кандидат, который опирается на уже сложившееся правительство. На людей, которые способны заменить вот эту негодяйскую компанию, которая сейчас правит в стране. Технологически нужен креативный штаб. Но ведь нулевая креативность и в том, что говорит Грудинин, он только сам вот какие-то свои шутки повторяет, привычные из прежней жизни. Но ведь ничего не делают КПРФ, штаб его не делает ничего. А без отработки задач публичных выступлений вообще ничего не будет. И тем более на дебатах не будет какой-то поставленной задачи, а будет просто отбрехивание. Отбрехивание от тех провокаций, которые уже раскручены и найдут какие-то новые. Нет креативного штаба, нет избирательной кампании. Мы бы сделали, они не могут. Нужно агрессивное противостояние с критикой не только действий, но и персон. Ну смотрите, нам просто подбрасывают. Ну самого Медведева покритиковать, ну кто же бы как-то как бы на поверхности лежит. Ну скажите про него пару ласковых слов о том, как он руководит правительством. Минздрав Скворцова вот только что подписал там какой-то приказ о порядке смены пола. Ребята, в нашей стране, ну пусть там растлеваемый Запад превращается вот в черт знает что в бесполое население. Ну у нас-то, братцы мои, какая смена пола? О чем идет речь? У нас еще и операции такие что ли будут? Не сходите с ума, не может быть в России никакой смены пола. И полный развал здравоохранения развалили до такой степени, что лишились большей части младшего и среднего персонала, больниц, поликлиник и так далее. А теперь Скворцова объявляет, что до 2021 года они снова еще одну оптимизацию проведут, еще придерутся к врачам и будут с каждого врача спрашивать, а может ли он быть врачом? Позвольте, вы учили этих людей в медицинских учебных заведениях? Тогда закройте половину этих заведений, пусть меньше выпускается. Но те, кто уже работает врачами, им надо помогать, повышать квалификацию. Ведь вы перестали их учить. Но как же не стыдно такие реформы проводить? Или вот ВПК, Чемизов, Ростех, продажа пакета акций корпорации Калашников. Теперь на три четверти это частная корпорация. Как такое может быть производство вооружений с ноу-хау, которые принадлежат всему народу, теперь в частных руках? Но вот это можно комментировать? Нет. Каждый день такие новости появляются. Почему же Грудинину не помогают, не дают возможности даже просто выступить? Такой график мы устроили, что он вообще не комментирует никакие новости. Русская повестка дня, ее нет. Мы ее сформулировали и дали в руки Грудинину еще на самом старте избирательной кампании. Что получилось? Грудинин сказал, я в этом не очень разбираюсь, пусть КПРФ посмотрят. КПРФ смотрят до сих пор. Просто цензуру ввели, вместо того, чтобы быстро отредактировать то, что им кажется слишком жестким, и передать для публикации, все это остается лежать под спудом. Я уверен, что уже опубликовано не будет. Затем надпартийность, формулировки, которые притягивают одних и не отталкивают других. Вот то, что должно быть основой избирательной кампании. Ничего этого не делается, никаких формулировок. Не дается, нет ориентации ни на региональные проблемы, ни на социальные группы. Нет этого. Идет как бы план по валу. Вот обо всем в каждом выступлении. И, наконец, убийственные ответы на провокации к левету. Здесь юристы должны были работать. Не работают вообще. Вообще не работают. И претензии к Путину, поэтому не высказали, что он идет на четвертый срок. А уже третий был незаконный, а теперь четвертый. Тоже отказ от предъявления претензий, он прослеживается. Мы даем вам возможность участвовать в избирательной кампании, но ни слова против Путина. Ну хорошо, ни слова. Намек давайте, мы его развернем. Тогда такая должна быть работа. Дает намек кандидат, не упоминая Путина, а информационная структура, которая при нем действует. Комментирует все это в самом нелицеприятном образом. Есть что-то такое? Нет ничего такого. А положение дел такового на избирательной кампании. Власть, как она ведет себя? Путин вообще не ведет избирательной кампании. Он президент, он позиционирует себя президентом, а не кандидатом. Это грубейшее нарушение закона. В телерекламе запрещена критика, как известно. Закон они такой приняли. А запрете в телерекламе критики оппонентов. Ну как такое может быть? Это наступление на свободу слова совершенно очевидное. Это надо оспаривать, об этом надо говорить. Кандидаты останутся кандидатами и спор лишь между Грудининым и Жириновским. Вот позиция, которую нам пытаются внедрить через телеэкран. А мы все время должны говорить, нет, Грудинин или Путин. Хотите продолжение Путинщины? И еще на 6 лет вы с ума сошли. Вот со всеми этими, со всем этим варьем олигархическим, со всеми этими продажными, придающими интересы страны чиновниками. Хотите еще 6 лет? Тогда вам к Путину идите туда. Всем остальным Грудинину. Даже кто не хочет за него лично голосовать. Даже те, кто не принимает его на дух, но надо проголосовать против Путина, значит за Грудинина. Никакого бойкота быть не может. Только за Грудинину. У нас другого варианта смены власти просто нет. Если мы превысим их возможности фальсификации, тогда Грудинин выиграет. Если нет, значит выиграет Путин. Будет объявлен снова президентом. А мы будем снова сидеть многие годы по шею в нечистотах. Фейковая оппозиционность. Собчак со своим иском о незаконности выдвижения Путина. Это подстава, потому что иск составлен так, что его легко отбить. Он отбит. А повторно кто-нибудь может подать иск? Не может. Не может, потому что уже решение принято. Все. Вопрос закрыт. В этом проблема. СМИ. Ложь каждый день. И только против Грудинина. То есть, есть реальная возможность его победы. Поэтому они так буйствуют. В целом, заказная ложь о десятикратном превосходстве по рейтингу Путина над Грудининым. Опровергается тем, что там, где люди свободно высказывают свою позицию в интернете, совсем другая ситуация. Наоборот, Грудинин вдвое превосходит Путина. Ну, везде. Интегрально, если взять все голосовалки, вдвое превосходит. То есть, с полной надежностью. А по закрытым опросам, как я сказал, во многих городах, где проведены локальные опросы, Грудинин тоже побеждает. Поэтому, ну, надо продолжать. Продолжать усилия. Прежде всего, убеждать тех, кто еще не убежден, кто сомневается, что победа возможна. Она возможна, и поэтому мы должны действовать. Про КПРФ я сказал. Это тотальный саботаж. Грудинин только кандидат от КПРФ. Вот такая позиция Зюганова и его окружения. НПСР. Отсутствие структур в регионах. Мы не успели их создать и уже не успеваем. Более того, в регионах постоянно у нас появляются люди, которые хотят представлять интересы. То есть, не быть координаторами и организаторами избирательной кампании, а просто восседать где-нибудь там на пресс-конференциях с важным видом что-то там произносить. Совершенно люди неподготовленные появляются. И мы их стараемся заменять. Но они, если когда их заменяют, начинают подлечить. Масса всяких имитаторов, которые ничего не делают, готовы только представлять собой русский вопрос. Но у нас задача стоит независимо от результата выборов. После выборов структурироваться в сеть единой общественно-политической организации, где самое размытое движение может быть без членства национально-патриотической силы Российской Федерации. Должна быть сформирована партия с названием «У нас есть русский национальный фронт». Мы можем его преобразовать в партийную структуру, в национальный фронт. Например, партия «Национальный фронт» по образу и подобию европейских, скажем, французского национального фронта. И наша структура, партия «Великая Россия» – это не совсем партия, партия «Орден». Это место подготовки кадрового резерва для всего этого обучения и выделения людей. Во-первых, носителей русской национальной идеи, а во-вторых, людей, которые подтверждают свои идеологические воззрения и еще и определенные нравственные позиции. Суммарно мы видим, что избирательная кампания КПРФ полностью провалена. На позитив сработали только партизанские отряды, которые действуют в социальных сетях, и поэтому вся сеть «Загрудинина». А вся работа КПРФ – сплошной деструктив. Итог. Игра уже сыграна. Мы не можем на нее повлиять, кроме как продолжением действий этих партизанских отрядов в информационной войне. Наиболее эффективны те, кто заняты непрямым действием. То есть не просто агитируют «Загрудинина». «Загрудинин» – это бесполезно. Надо входить в те общественные и социальные группы, которые еще не готовы к голосованию «Загрудинина» или вообще о нем не знают. Вот туда надо стремиться, и партизаны информационной войны должны пойти туда. Не там, где удобно, не там, где слушают, а там, где еще даже не готовы слушать. Потихоньку туда внедряться. И теперь надежда на личностные качества «Загрудинина» во время дебатов о нем должны узнать люди. Он должен вести себя достойно, он должен быть подготовлен. На это еще можно как-то оказать влияние. Боюсь, что КПРФ опять заблокирует участие национал-патриотов и просто специалистов в подготовке «Загрудинина» к дебатам. Но надежда на победу есть даже в самой худшей ситуации. Поэтому в любом случае голосование «Загрудинина». Или вы хотите еще 6 лет терпеть Путина? Я лично не хочу, мои соратники, единомышленники тоже. Если не хотим, тогда голосуем за «Грудинина», за единственного не путинского кандидата. А дальше? Дальше боремся за русскую власть. Не только голосуем, а сражаемся за души и сознание людей. Главное оружие информационной войны – креатив и собирание аудиторий. И тогда мы добьемся победы, тогда мы добьемся русской власти. Россия – русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова